В эфире итоговый выпуск программы Бугинформы. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Сегодня в выпуске. 9 мая Брещина отпраздновала выдающуюся дату – День Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне. Порядка 30 тысяч человек склонили головы перед теми, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства, дал свободу и независимость многим странам, кто 73 года назад совершил подвиг и преодолел войну ради жизни и ее продолжения. По делам и награды в Брестской области наградили победителей соревнования, занесенных на доску почета области и лиц, удостоенных почетного звания Человек-года. Последовательницы Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия, принимают поздравления в свой профессиональный праздник. В Брестской областной больнице прошел традиционный конкурс профессионального мастерства, победителем которого стала Ирина Покачка. Прямо сейчас обо всех событиях. Уходящая неделя прошла под егидой праздника, вписанного в историю народов бывшего Советского Союза подвигами тысяч людей. Он был, есть и будет в сердцах благодарных потомков, которые живут в мирной, свободной, независимой Беларуси. Все это о дне победы. Немало пришлось пережить народу, а потому это торжество со слезами на глазах. Слезами радости от того, что дух солдат Красной Армии смог победить гнет фашистской машины. Слезами грусти от того, какова цена мирного неба над головой. Почти каждый третий житель Беларуси не вернулся с Великой войны. В эти праздничные дни особые слова ветеранам, тем, кто ковал эту победу. На протяжении всей недели они были главными героями большого количества мероприятий. О самых ярких моментах Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Традиции празднования 9 мая объединяют все большее количество людей. Торжественная колонна шествующих в этом году растянулась на несколько сотен метров. Во главе действия нынешние защитники Беларуси, правоприемники славных традиций воинов-освободителей. Далее ветераны, представители вертикали власти, молодежных объединений, трудовые коллективы города. Каждый из тех, кто пришел 9 мая в крепость, верен памяти поколений. День Победы вообще для молодежи это очень большой праздник. И сегодня мы собрались в очень большую колонну для того, чтобы выразить весь почет и благодарность людям, которые воевали за нас и за то, что мы сейчас вообще можем просто насладиться этим днем. Но это правда, это очень важно. Очень важный праздник для нашей семьи. Мы его все обожаем. Печально только, что жизнь распорядилась так, что одна сестра живет у меня в Херсоне, вторая в Торжке. Жизнь нас разгросала, а мы вот живем здесь, в нашем родном городе и праздную в нашей Брестской крепости. Сила духа и преемственности поколений особенно ощущается в колонии Бессмертного полка. Уже не один год эта международная акция проходит в областном центре. Среди 9 тысяч участников немало гостей из районных центров Брещины, Минска, Украины, России. Для них Брест своего рода символ победы. И сегодня они вместе с брещанами вспоминают своих родных, воевавших за одну, одну общую для всех победу. Начало войны мой дед находился в Воронеже в командировке, а бабушка с мамой, получается, попали под всю эту заваруху. И воспоминания моей мамы, но не покойницы, как ее бабушка эвакуировались по утраке в машине, как слетел самолет на них, как построчил, пролетел мимо. Поэтому Брест, Обрин, ну, во всяком случае, для меня это очень дорого. Плюс ко всему мы с 2011 года здесь участвуем в реконструкции, 22 июня. Ни разу еще не пропускали, и пока живы будем, будем ездить. Самые трепетные и искренние эмоции в этот день у ветеранов. В очередной раз, надевая парадный китель, съеющий от большого количества медалей на груди, каждый из этих седоволосых мудрецов-воинов в душе становится хотя бы на несколько десятков лет моложе. Это же была война, были же на фронте, были все 4 года, 4 месяца я была. А потом День Победы, ну как это, это же радость такая была. Победа, что бы ни говорили, все равно победа за советским народом. Мы общие были тогда семья, не делили ничего и добились. И во время, когда победу объявили, все целовались, знакомые, незнакомые, на улице целовались, плакали, кричали ура. Это торжество было. Дай Боже, чтобы мирное небо и спокойная жизнь. Чествование ветеранов и участников Великой Отечественной войны проходило на протяжении недели. Представитель депутатского корпуса, меценат, предприниматель Наталья Ильницкая вместе со своей командой посетила на Дому героев Великой Победы. К слову, для этой женщины благотворительность существует не только в рамках праздников. Она активно участвует в большом количестве проектов и всегда рада помочь тем, что в ее силах. Я искренне хочу поздравить всех ветеранов с Днем Победы. Сказать им огромное спасибо за то, что мы сегодня можем спокойно жить и работать под мирным небом. Мы всегда будем помнить о подвиге ветеранов и никогда не забудем, они всегда останутся в наших сердцах. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, любви и, конечно, мирного неба. Наталья Емельяновна, я каждый раз, когда мне приходилось давать где-то интервью, это человек такой, что надо, наверное, на республику одна. Емельяновна такая у нас, на всю республику. Ее и Минск знают, и в Москве ее знают, везде знают. Сколько она помогала людям. И вот мне, мы сошли с ней по характеру. Поддержали акцию поздравлений и молодежные лидеры. В рамках открытия третьего трудового семестра активисты судотрядовского движения отправились в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы навестить их, вручить памятные подарки, окружить вниманием и заботой, послушать фронтовые истории. Мы получили новые танки в Челябинске, и наш эшелон прибыл в Восточную Пруссию. Вот там были последние заключительные бои. Войска уже были под Берлином, Палок и Нигсберг. Вот в этом месте мы и кончили воевать. Говорил, вся земля, говорил весь народ. Все танцевали, все радовались конца войны. Ветераны войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Сегодня задача государства – создать этим героическим людям максимально комфортные условия, чтобы они чувствовали и понимали, насколько важны. А они, в свою очередь, дают молодежи наказ – быть достойными солдат той войны. Мы сегодня отмечаем 73 года, когда окончилась война. А этим людям всем далеко за 80 лет. Поэтому они требуют в постоянном уходе это или социальная защита, или медицинские учреждения, дома отдыха. Но, к сожалению, сегодня мы понимаем, что им надо больше оказывать помощь на дому. И в этом, в основном, заключается о них забота. В обеспечении денежном проблем нет, потому что государство наше утеряет большое внимание этому. Поэтому сегодня остается нам смотреть, как они живут, не забывать их ежедневно, потому что они требуют уже сегодня ежедневно заботы и помощи. Была война, а мы пришли живыми, чтобы новой жизнью сеять семена. Вот эти семена мы посеяли. Молодежь взрастила, новое поколение взрастили их. Хороший урожай собрали. И теперь имеем то, что имеем. Прекрасный город, прекрасные наши вещи на Брещене. Брещене славится уходом за землей, уходом за городскими улицами. И мы рады, что сердце вспоминает то, что было с болью, иногда со слезами, но иногда радостно. Это праздник двойной. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Ирина Альшо, Виктория Саченко, Андрей Щерб, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Традиционно в дни майских праздников в Бресте подводят итоги областного конкурса «Человек-года». По итогам 2017 года почетного звания удостоены 16 человек, работающих в самых разных отраслях. Это врачи, педагоги, строители, работники промышленности и торговли, учителя и журналисты. Все они – золотой фонд нашей области. В овальном зале Брестского горосполкома прошло чествование и награждение лауреатов за высокие достижения в труде и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области. Продолжит тему Ирина Альшова. Почетное звание областного конкурса «Человек-года Брещена-2017» присвоено в 16 номинациях. Имена лучших назвали во всех отраслях – от аграриев до представителей спортивных структур. За каждым почетным дипломом – человек, его судьба и работа, которую он выполняет. Честно и на совесть, потому и пользуется уважением за свой труд. Вы руководители лучших регионов, предприятий, организаций, учреждения и лидеры отраслей. Являетесь ярким примером того, что в районе, в небольшом городе или маленькой деревне можно успешно работать и получать высокие результаты. Вы в полной мере достойны представлять свои регионы на областной доске почета. Из 16 награжденных немало представителей города над Богом. Почетное звание «Человек-года» удостоен Сергей Филатов, врач-анестезиолог, реаниматолог Брестского областного родильного дома. Людмила Денисевич, директор Брестской вспомогательной школы. Андрей Фоминых, тренер по пулевой стрельбе, воспитавший чемпиона мира и Европы Юрия Щербацевича. Александр Ласкович, директор предприятия «Панда». За каждым именем руководителя не просто высокие достижения. Это работа большого коллектива единомышленников и специалистов. Таких, например, как ведомстве под руководством полковника внутренней службы Константина Шершуновича, также названным «Человеком года Брещины» в области обеспечения законности и правопорядка. Такое звание – это, конечно, результат общего коллективного труда. В целом, работников Брестского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Конечно, это очень достойно, но вместе с тем это и призывает работать в несколько раз лучше, чтобы оправдывать это звание. В числе брещан удостойных почетного звания «Человек года Брещины» художественный руководитель и дирижер Брестского городского духового оркестра Валерий Коваль. Музыкальный коллектив под руководством этого талантливого музыканта-дирижера давно стал настоящей визитной карточкой Бреста. Ни один масштабный праздник в областном центре не проходит без выступления городского духового оркестра, которым Валерий Коваль руководит со дня его основания, а это больше 20 лет. А еще Валерий Борисович – инициатор ряда знаковых творческих проектов, таких как «Музыкальные вечера на Советской» и «Дебют с оркестром». Мы всегда должны быть на людях, а люди, они всегда очень требовательны, понимаете? Поэтому мы достигли определенной рамки, определенного уровня, и теперь мы не имеем просто права опускаться ниже. У нас одна дорога только вверх, вперед, поэтому это всегда непросто. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис также вручил дипломы 16 организациям, показавшим лучшие результаты в выполнении прогнозных показателей социально-экономического развития региона в 2017 году. Как отметил глава области, труженики всегда пользуются уважением, и эффективно работать можно как в городе, так и в небольшом районе. И нынешние лауреаты – яркое тому подтверждение. Их имена занесены на областную доску почета. Это заслуга, в первую очередь, всего коллектива. Я уже сама работаю в этом коллективе 25 лет руководителем. И вы знаете, за мои годы многое нам, конечно, пришлось и пережить, и прожить. И нужно сказать, что экология – это, конечно, состояние нашей души, души сотрудников моего центра. Поэтому я очень благодарна всем, кто со мной работает, за вот эту высокую награду, которую оценило руководство нашей области, и за то, что мы действительно делаем очень важное, очень нужное дело. Мы выполнили поставленные перед нами задачи и достигли высоких результатов. Огромное всем спасибо, кто был рядом, поддерживал, помогал стать лучшими. И сегодняшние эти высокие достижения пускай станут лишь маленьким началом великих побед на благо нашей процветающей Родины. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Блокинформ». Безусловно, тот, кто удостоен высокого звания «Человек года» – пример для окружающих. Однако, как известно, все всегда начинается с малого и в молодости – благодарственные письма, грамоты, дипломы. В Брестской областной больнице каждый год проводится конкурс среди медицинских сестер, по итогам которого определяются лучшие. Победу вместе с ней и заслуженное звание «Человек года» Брестской областной больницы одержала Ирина Покачка. Почетный и важный титул. Но у девушки сегодня повод для радости двойной. Кроме приобретения нового статуса, она отмечает свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры. Бригада медиков работает, словно слаженный механизм. И так каждый день они ведут борьбу со смертью. В оперблоке счет идет на секунды и каждое действие хирурга, анестезиолога или ассистента совершается без права на ошибку. В числе тех, кто стоит за операционным столом, медсестра Ирина Покачка. В профессии 7 лет. Говорит, высший пилотаж, когда врачи, медсестра понимают друг друга без слов, когда достаточно одного лишь взгляда. Операционная сестра, ну, сразу ей невозможно стать. Для этого необходимы какие-то определенные навыки, нужно перенять опыт у своих коллег. Благодаря нашему большому коллективу это достигается. Мы, наверное, как пилот проверяют все системы в самолете перед вылетом, так и мы контролируем весь процесс, происходящий в нашей операционной. Без операционных сестер, без медицинских сестер, которые работают в отделениях стационара, конечно, медицинская работа, медицинская служба не была бы на таком высоком уровне, если бы не вот этот ежедневный нелегкий труд по выхаживанию пациентов, по подготовке пациентов до операции, после операции, в реанимационных отделениях. Поэтому медицина – это такая единая команда, где все работают на одно дело, за одно дело, за выздоровление пациента. Бойцы невидимого фронта, труд медсестер кажется простым и незаметным, но их вклад в успешно проведенную операцию колоссальный. Подготовить пациента и инструменты, наравне с хирургами стоять по несколько часов у операционного стола, быть главным помощником правой рукой врача, иногда даже предвидеть ситуацию, это когда речь идет об экстренных случаях. Свою работу Ирина Покачка знает от А до Я. Такими, наверное, важными качествами, которыми мы должны обладать, это внимательность, эмоциональная устойчивость и способность создать максимальный комфорт при любых сложившихся ситуациях. С уверенностью могу сказать, что я люблю свою работу. Мне нравится и, наверное, получаешь удовольствие. И, наверное, человек счастливый, когда ты с улыбкой идешь на работу и возвращаешься тоже с улыбкой. За стопроцентное знание своего дела и за особые человеческие качества фотография Иры эффектно запечатлелась на стене почета больницы. Девушке, безусловно, очень приятно, но главным она считает другое, говоря, что каждая спасенная жизнь – награда ценнее любых других. Этот сюжет – лишь маленький фрагмент огромной работы. За кадром нам Ира расскажет, что у нее есть высшее образование, но двигаться по карьерной лестнице пока не планирует. Говорит, что здесь и сейчас она нужнее. А это значит, что случайные люди в больнице не задерживаются. В Минске международное благотворительное объединение «Юнихелп» подвело итоги конкурса «Вирусного видео. Человек умеет помогать». Творческое состязание было организовано к 15-летию. «Юнихелп» и на территории Беларуси проводилось впервые. Порядка 50 команд из сценаристов, режиссеров, операторов прислали заявки на участие с идеями для роликов. Жюри выбрало 12 лучших сценариев, по которым авторам предстояло снять конкурсный ролик. В число счастливчиков попала и творческая группа из Бреста. Наш корреспондент Рина Альшова пообщалась с ребятами и узнала, на что потратят свои призовые деньги молодые и креативные брещани, для которых благотворительность уже стала частью жизни. Обычная студия с массой техники и компьютеров, художественно-творческий беспорядок. Так началось наше знакомство с Андреем Былкиным, музыкантом и одним из авторов сценария конкурсного видео. Здесь же работает и Дмитрий Сахарук, талантливый молодой оператор. Здесь рождалось то самое видео. В рамках конкурсного проекта «Человек умеет помогать». Сценарий написали Андрей Былкин и Ольга Лукина. А остальных участников команды собирали уже, как говорится, по ходу дела. Не было ни команды, ни вообще понимания, как и что делать. Но обратились сразу к друзьям, к знакомым. Собрали команду из трех человек. Это я, Саша Козак и Дима Сахарук. И втроем начали что-то планировать, выбирать локации для съемок. И в течение буквально пару дней мы уже знали, как и куда двигаться. В техническом плане все было легко, потому что это уже не первый опыт у меня съемок и короткометражных фильмов, и рекламных роликов, и социальных, и репортажных, и так далее. Я, когда ко мне обратились ребята с помощью, я сказал, что должно быть все качественно. Поэтому с меня операторская работа и с меня монтаж, но при этом вы исполняете мой технический райдер, так называемый. То есть нам нужен осветитель, нам нужен такой свет, нам нужно столько световых приборов, нам нужен такой-то генератор. Ребята сказали, все окей, мы все подготовим, мы это все организуем. Потому что на самом деле организовать и подготовить к съемке, это процентов 80 вообще всего процесса. Два месяца понадобилось ребятам на подбор команды необходимого оборудования, поиска главных героев, организации массовки и подбора локаций для съемок. Практически все, к кому обращались ребята, узнав, что они снимают для конкурса под эгидой «Юнихелп», не брали с них денег. Поэтому проект от начала до конца получился по-настоящему благотворительным. Вся полностью команда работала бесплатно, за инициативу. В массовке у нас участвовали только наши друзья, к которым мы просто обратились, сказали, не хотите ли поучаствовать. Они говорят, да, без проблем, непрофессиональные все актеры, то бишь несколько дублей снимали, некоторые вырезали и все равно достойный вроде получился материал. Ролика больных парней и девушки, которые играют в переходе, чтобы собрать деньги на лечение. Им решают помочь проходящие мимо музыканты. Главные герои вдохновляются и, когда выздоравливают, выходят на одну сцену с профессиональными музыкантами. Конкурсное видео длиной почти полторы минуты творческая команда снимала в Бресте. Подземный переход на проспекты республики стал первой локацией. Для съемки эпизода в переходе у ребят ушло порядка пяти часов. Репетировали на месте, заставляя работать слаженно и массовку в несколько десятков человек и молодых актеров. В этом эпизоде в кадр становится и сам автор сценария Андрей Былкин. Для музыканта тема уличных выступлений близка и понятна. Второй точкой стал Брестский бар Койот. Оператору понадобилось полтора часа, чтобы ярко завершить финальные сцены ролика. Со своей работой я справился, но тоже, конечно же, есть огрехи в любом случае. Потому что снимать нужно было много чего, а времени на самом деле было очень мало. Потому что массовка большая, и второй раз, на второй день их собрать, это уже никто бы не согласился бы. Это очень сложно все. Но как бы с большего, в принципе, нормально, но нет. Каждую секунду я бы все переснял бы, все абсолютно заново, все. В качестве приза творческая команда из Бреста, ставшая финалистом благотворительного конкурса, получила денежное вознаграждение в размере одной тысячи белорусских рублей. Потратить ее ребята намерены по-своему. Мы, ребята, молодые и инициативные. Мы хотим эту тысячу рублей вложить в видеоклип на одну из наших песен к тысячелетию города Бреста. Мы хотим собрать очень много, массовку, в общем, очень большую, всех творческих людей. Это операторы, звукорежиссеры, музыканты. Кто хочет, все приходите снять вот этот клип. И уже тогда от его реализации все деньги тогда уже отправить в Unihelp. Мы хотим внести свой вклад. Ну, то есть, мы переживаем такой день, и прям хочется реально подарить какую-то частичку себя. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». Выпуск продолжит материал о здоровье. Весенне-летняя пора, пожалуй, самая любимая в году. Теплый воздух и много солнца, обилие зелени и цветов. Это дарит хорошее настроение и вдохновляет. Активность людей в этот период стремительно и ощутимо возрастает. Но позитивное тепло действует не только на нас с вами. Природа оживает во всем своем многообразии. Справедливо утверждение и в части насекомых. Атакам некоторых представителей уже не один день подвергаются жители края. Тему продолжит Анастасия Стропко. Поймы рек и озер, заболоченная местность и просто вода в емкости. Любимые места обитания мошек и комаров. Точнее, это места их появления. Здесь личинки превращаются в кровопийц. Их вылет в открытую природу состоялся в начале мая. И сегодня практически каждый житель края может почувствовать степень активности насекомых. По словам специалистов, благодаря снежной зиме и теплой весне в 2018-м количество мошек и комаров существенно выше прошлогодних цифр. Бороться с мошками нужно так же, как и с комарами. Это приобретение репеллентов. Для взрослых одни, для детей это детские репелленты. Стоит одевать одежду, максимально закрывающую тело. Отметим, что наиболее интенсивный лед мошек наблюдается в солнечные дни. Особенно это предрассветные и предзакатные часы. В темное время суток и в пасмурную погоду мошек нет. И, наверное, многие замечают, что количество мошек увеличивается перед дождем. К слову, если последствия атаки мошки – это зуд, сжение, отек и аллергическая реакция, то нападения комаров таят в себе опасности посерьезнее. Кровопийцы могут переносить болезнетворные бактерии, вирусы и паразитов. В их числе малярия. К счастью, в нашей стране, если и регистрируются случаи заболевания, то только завозные. Однако комары, способные переносить малярию, есть повсеместно. Малярия – это паразитарное заболевание, которое вызывается паразитами, которые поражают клетки крови человека. Передается оно от больного человека здоровому именно малярийными комарами. Есть несколько видов комаров, которые могут передавать это заболевание. В Беларуси у нас вспышки малярии регистрировали до 1953 года. С 1953 года малярия в Беларуси была ликвидирована. И в настоящее время регистрируются только завозные случаи малярии. Справедливости ради стоит отметить, далеко не всегда причиной болезни в весенне-летний период являются насекомые. Человек нередко создает себе проблемы сам, к примеру, пренебрегая гигиеной рук. Особенно это касается совсем юных и жителей края. Нужно с самого детства обучать детей, как мыть руки, для чего нужно это делать. Потому что именно в самом детском возрасте вот эти правильные привычки, они внедряются. И бывает такое, что правильную привычку труднее внедрить, чем отказаться от вредной привычки. Поэтому необходимо об этом помнить и взрослым в том числе. Потому что мы детей можем учить, а сами руки быть не моем, но контактируем также с детками. И получается, что это передающаяся инфекция. А между тем, в списке так называемых болезней грязных рук далеко не один пункт. Безобидных среди них нет. Чаще всего проводники болезнетворных элементов именно ладони. Но заражение может происходить и при употреблении недоброкачественной пищи или воды. Хочется обратиться ко всем, чтобы обращали внимание на сроки годности продуктов, на условия приготовления продуктов. Особое внимание необходимо уделить блюдам, в которые входят яйца. Они должны проходить тщательную термическую обработку. Ни в коем случае нельзя пить сырые яйца. Яйца в смятку, яичницу, глазуни, как многие любят. Кроме этого, очень быстро и относительно дешево в настоящее время готовится блюдо из мяса птицы. Это те же шашлыки на природе и так далее. И очень часто на больничной койке оказываются лица, которые пренебрегли этим требованиям. И, как правило, им выставляется такое серьезное заболевание – сальмонеллез. Оно, конечно, излечимо, но протекает довольно-таки тяжело. Кстати, забота и внимание требуют не только человек. Специалисты напоминают о важности вакцинации домашних питомцев. Весной и летом четвероногие друзья проводят больше времени на улице, где и могут встретить своих не самых здоровых собратьев. Особая опасность – пешенство. Ежегодно на территории большинства стран мира регистрируется более 50 тысяч случаев смертельных исходов от бешенства. Бешенство – это абсолютно смертельное заболевание. И единственным надежным средством профилактики является вакцинация. Именно поэтому мы регулярно проводим беседы на эту тему, так как защититься от этого коварного заболевания можно только с помощью антирабической помощи. Одним словом, наслаждаясь прекрасной весенней погодой, бдительности терять не стоит, чтобы отпускной период принес столько позитив и приятные воспоминания. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вот уже неделю областной центр живет в атмосфере многогранной православной культуры и духовности. Впервые в Бресте проходит международный фестиваль «Радость». Организаторы форума, представители Свято-Елисаветинского монастыря постарались создать на площади у Дворца культуры профсоюзов настоящий городок, где каждый верующий смог найти что-то для сердца. Наш корреспондент Анастасия Наздренплотницкая с обзором Духовно-Просветительской недели. Как и любое дело, работа православного международного фестиваля началась с молитвы. Духовное слово здесь стало главным источником развития и вдохновения для посетителей. В Бресте фестиваль прошел по благословению архиепископа Иоанна. Он стал преемником духовно-просветительской выставки «Брест православный». Участие в мероприятии приняли представители монастырей и храмов России, Украины, Молдовы, Греции, Белоруссии. Если есть вера светлая, если есть вера в будущее, с Божьей помощью у нас, безусловно, все получится. Все, что мы задумали, все, что мы решили, все, что мы запланировали. Радость православная собрала большое количество гостей. Организаторам удалось совместить в комплексном мероприятии самые различные направления. Параллельно с продажей православной литературы и предметов, изготовленных в монастырях и приходах, любой желающий мог задать интересующий вопрос священнику, либо приобщиться к музыкально-театральной программе. Мы за покупками пришли, купили Евангелие, молитвослов, лёд, мазь Тихона Задонского. Само название уже пасхальная радость, поэтому еще праздничное настроение, еще как бы 40 дней. Пасха продолжается, только была половина. Вот мы пришли порадоваться вместе. Каждый день фестиваль одарил гостям множество интересных встреч, мастер-классов, музыкальных вечеров. Разработана была и специальная программа для детей. Я колобок, колобок, я мумианый бок, по сусеку, по скрипу. Театр Батлейка, национальная белорусская традиция, вызвал особую восторгу малышей. Они могли не только насладиться сказкой, но и сами попробовать себя в роли актеров. Мы проводим уже подобные мастер-классы, не знаю, наверное, третий год. У нас кружок Батлейки есть в школе воскресной, и там тоже дети разных возрастов. И оттуда, наверное, как бы и вырос этот мастер-класс для таких, именно такой экспресс. И дети могут прийти домой и тоже с родителями заниматься творчеством, показывать им спектакли, привнести как бы не телевизор и мультики, а что-то такое наше, родное, потому что Батлейка – это наш такой родной театр. Международный фестиваль «Радость» стал еще одним лучом тепла и света в большом православном движении. Он в очередной раз сплотил всех тех, кто живет духом православия, чтит и уважает традиции поколений. Праздник духовности, искренности и теплоты смог дотронуться до сердца каждого, кто открыл его людям и Богу. Хочется, чтобы православие, оно ассоциировалось людей с радостью, а не с каким-то унынием, с таким взглядом в пол или еще что-то. Потому что действительно это радость, общение с Богом и общение с людьми. С 19 по 22 мая в город Минск привозят частичку мощей, десницу, святой преподобной мужчине, великая княгиня Елисаветы. С 19 и 20 числа десница будет пребывать в Кафедральном соборе города Минска, а с 20 и 22 в Свято-Лизаветинском монастыре в городе Минске. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербай, Дуар Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67, мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БИУАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 13-14 мая погоду будут определять атмосферные фронты и влажная, неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Украины. В Бресте днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 10-12 тепла, максимальная днем 22 градуса выше нуля. 14 мая днем в областном центре ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит 10-12 градусов. Днем воздух прогреется до 16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова